всем привет вы смотрите канал и онлайн и сегодня второй выпуск про канон дэйл флэш кстати не забудьте поставить выпуск про lefty и канон дэйл оптиму в тысячную которая обслуживалась нашим сервисе но сегодня речь не про этот старый добрый канон дэйл сегодня речь идет про на неров ски флэш который попал к нам сервис для реализации следующего проекта мы строим очередной быстрый велосипед и дорабатываем его со всеми заморочками человек посмотрел обзор на наш 26 флэш кстати на нашем канале есть обзор канон дэйл флэш карбонового кастомного тоже забудьте посмотреть и сегодня мы рассказываем что мы сделали с этой рамы полусняли лакрашное покрытие от каретки до задних перьев по нижним перьям и добавили сюда 4 слоя углеволокна по внутренней подкове мы добавили 6 слоев углеволокна и теперь жесткость перьев выросла и вот с усилием если сжимать они играют ну совсем немного они играют что на выходе получилось у нас на выходе получилось что торсионная жесткость вот это их соединение гораздо выше и передача крутящего момента при педалировании будет соответственно реализовываться гораздо лучше плюс мы увеличили прочность нижних перьев их теперь значительно сложнее повредить и пробить при внешних механических повреждениях мы увеличили жесткость естественно в местах стыковки переднего заднего треугольника это одно из самых слабых мест в раме и хоть не забудьте посмотреть распил перьев карбонового скота там рассказывается вот этой системе стыковки значит в карбоновом канадель используется алюминиевый dropout и и от этого он жестче прочнее и надежнее и верхней перья в этом велосипеде гасит вибрации естественно мы их не трогали они должны отрабатывать и гасить нейровности и от этого канадель становится лучше и обладает большими преимуществами мы лишь увеличили торсионную жесткость по большому счету на изгиб нижних перьев того что лучше передавался крутящий момент второй нюанс который мы доработали в этом велосипеде это заднее колесо заднее колесо здесь было столько с шимановской втулки мы отсюда выкинули и поставили сюда втулку от компании hop со фланцами на стрейтпуле то есть это и фланцы сделан таким образом что в спице заходит в них напрямую от этого выше передачи крутящие моменты то есть тот курящим который передает цепи на кассету практически без потерь прямыми спицами передается на обод колесо гораздо жестче на разгоне гораздо быстрее гораздо прочнее но для того чтобы увеличить еще больше жесткости торсионную жесткость и улучшить разгона характеристике велосипедом мы заморочились и нашли переходники по трубал ты старые добрые переходники они кстати начали свое начинали свою историю с экстремальных дисциплин и были придуманы именно для этого для того чтобы ребята которые катали for cross дёрт и прочее интересные вещи и при этом использовали рамы под эксцентрик повышали прочность втулок как это реализовано значит внутри хоповской втулки от большая массивная алюминиевая жесткая ось внутрь которой вкручиваются вот такие вот болты мощные болты под 6 шестигранник и такие болты стягиваются гораздо сильнее чем мы можем закрыть эксцентрик рукой если мы пользуемся эксцентриком и закрываем эксцентрик от руки вот усилия зажима эксцентрика эквивалентно тому что мы противоположную гайку затянули бы с усилием в 2-3 нитон на метр всего лишь 2-3 нитон на метра это усилие закрывания эксцентрика когда мы используем труболт мы взять шестигранник и рукой затянуть его с усилием 3-4 нитон на метр и этого будет достаточно это будет гораздо жестче чем мы закроем колесо классическим обычным эксцентриком плюс классический обычный эксцентрик это тонкая шпилька диаметром 5 миллиметров по центру и по сути она не обладает высокая жесткость то есть когда мы начинаем педалировать перья начинает немного дышать это эксцентрик любом случае играет и в рамах с карбоновыми дропаутами это отчетливо видно что дропаут начинают потихонечку вы шлифовывать то есть к высотам стоит подвижно и не обладает высокая жесткость соединения здесь по сути у нас ось то есть эта втулка обладает той же самой жесткостью что и втулки с 12 осью но при этом здесь алюминиевые дропауты под эксцентрик который тверже и жестче на выходе у нас старый добрый канонделл под эксцентрик но при этом с втулкой которая обладает преимуществами 12 оси даже в принципе я бы сказал эта втулка будет держать нагрузку лучше и жестче потому что болты у нас стальные и затягиваются с усилием больше чем опять же затягивается ось алюминиевая в дропаутах алюминиевый дропаута где усилие затяжки тоже не очень высокая вот таким образом у нас будет собираться самый жесткий утил в этом велосипеде и если вы так попробовать посчитать колесо видно что довольно проблематичного прижать перьям пальцами то же самое манипуляцию если возьмем на любом другом велосипеде попробуем прыгать колесо руками и без проблем колесо практически могу прыгать к перьям и на это на велосипеде жесткость нижних период этой обвязки в сборе вместе с вот этой хаповской втулкой натру болтах выграно намного больше чем у любой другой рамы с любой другой втулкой этот велосипед в дальнейшем поедет сейчас в покраску мы окрасим раму подберем серый такой матовый цвет для того чтобы стиль велосипеда не изменился соберем этот велосипед и протестируем в дальнейшем естественно вы можете видеть комментарии владельцы этого велосипеда следующая итерация будет доработка трансмиссии но сегодняшний наш выпуск посвящен тому как мы доработали раму что мы сделали задним колесом для того чтобы увеличить жесткость всей сборкой которая передает крутящий момент от педалирования непосредственно пятно контакта то есть перья жестче втулка жестче спицы заведены во втулку напрямую и лишней потери энергии на велосипеде мы избежали именно таким образом велосипед будет ехать гораздо лучше и об этом пишет непосредственно владелец этого велосипеда если вы не верите нашему опыту в постройке гоночных велосипедов не забудьте подписаться на наш канал следите нашими выпусками в дальнейшем мы снимем обзоры этого велосипеда на ходу до скорых встреч с вами был коллектив велолайн